Интерес к семеноводству у китайской стороны вполне понятен. Современное высокотехнологичное производство семян уже давно вышло из плоскости просто сельского хозяйства и стало частью большой политики. Транснациональные корпорации целые континенты подсаживают на дешевый и высокоурожайный семенной материал. А когда собственное семеноводство клиента хереет, начинают диктовать свои условия. Плюс ко всему семена эти бывают генно-модифицированы и дают всходы только в первом поколении. Поэтому закупать их нужно ежегодно. Китай такого развития событий для себя не хочет и видит выход в сотрудничестве с Россией. Мы рассчитываем на то, что коллеги заинтересуются нашими сортами. Это продвижение ареала возделываемых наших культур и позволит расширить не только селекцию, но и семеноводство наших зерновых и зернобобовых культур. Россия сегодня пользуется заслуженной репутацией всесторонне надежного партнера. Опыта работы с зарубежными коллегами у районных сельхозинститутов пока еще не было. Именно поэтому для них так важна поддержка Одинцовской торгово-промышленной палаты. Для китайских гостей устроили блиц-презентацию, раскрывающую большие возможности отечественных семеноводов. Современные технологии позволяют создавать новые сорта зерновых за пять лет. И сорта эти будут идеально приспособлены для выращивания в условиях конкретных регионов Китая, указанных заказчиком. Гости высоко оценили предложения Одинцовских ученых. Мы с нашими коллегами впервые посещали такого рода, такого института, которые достигли огромного достижения в создании сорта пшеницы и зеленобобовых растений. И я заметил, но произвело на меня очень огромное впечатление в развитии сельскохозяйства, сотрудников сельскохозяйства России. Думаю, что между нами существует огромное пространство для дальнейшего развития в секторе сельскохозяйства. И надеюсь, что достигнем дальнейшем достижения в этой области. Во время поездки китайских представителей состоялась и встреча с предпринимателями района, желающими выйти на китайский рынок со своей продукцией. Одинцовская торгово-промышленная палата при поддержке экспертных организаций намерена продолжить работу в данном направлении. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.